Борьёш, добрый день. Я изначально просто сообщу нашим коллегам и журналистам, что сегодня наше обсуждение будет вестись по рабочей языке, это армянский и русский, и в основном будет по-русски, потому что у нас коллеги из Азербайджана подключаются в онлайн-режиме, с нами будет работать, поэтому мы в основном будем говорить на русском языке, из-за чего я прошу прощения. Мы могли бы предоставить также переводчик, просто исходя из технических проблем, были бы проблемы со звуком, поэтому мы будем работать в основном на русском языке. Я просто сообщу вас, дорогие коллеги, что у нас сегодня обсуждение, посвященное эскалации ситуации на линии соприкосновения армян-азербайджанской границы, на линии соприкосновения в зоне Карабахского конфликта и на армян-азербайджанской границе, а также связанных с ним политических процессов. И наше мероприятие организовывает сегодня медиа-центр и армянский офис института по освещению мира и войны. Итак, наши спикеры сегодняшнего мероприятия Ричард Киракусян, директор Центра региональных исследований, Тайван Пугусян, депутат Национального собрания от парламентской фракции «Наследие», Степан Григорян, директор аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества и Шагин Рязаев из Азербайджана, журналист, политический аналитик. Приветствую вас всех и спасибо, что приняли наше приглашение и присутствуете на нашем обсуждении. Изначально я бы хотел предоставить слово Ричарду Киракусяну. Как вы оцениваете вообще ситуацию на линии соприкосновения, чем связана последняя эскалация ситуации? И вообще, если смотреть за последние полгода или больше, такие моменты эскалации случаются все чаще. Летом прошлого года, в ноябре, когда был подбит вертолет, и с начала года, и несколько дней тому назад. К сожалению, все это сопровождается с человеческими жертвами. Гибнут люди, солдаты с обеих сторон. Ваша оценка ситуации, господин Григорий Киракусян, и что вы думаете по этому поводу? Спасибо. Спасибо большое. Когда мы рассчитываем и анализируем эту эскалацию, есть два важных фактора, которые более важны. Это очень важный. Это очень важный. measure of ceasefire violations by the number of chocs fired. Unfortunately, now, the escalation is so serious. We measure ceasefire violations by the number of casualties. Возможности, как раз ухи не было ни было, но подвижные. Возможности, как я считаю, это удар по поводу ухи, в зависимости от мискалькулении. Но это было первым фактор, относительно к милитарным ситуациям. Второй фактор, который в отношении Армении, Продолжение следует... 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 То есть политически эти шаги Азербайджанам непонятны. Но и цена этому тоже должна быть известна в Азербайджане. Вы должны знать, что эти провокации или перестрелки, как хотите говорить, смерти солдат, гражданских лиц, они приводят к тому, что, по крайней мере, в Армении никакого оптимизма нет на быстрое решение. То есть еще более усиливается недоверие друг к другу, еще более мы дальше находимся друг от друга в смысле возможного решения конфликта. То есть цена этому есть. Политику можно не соглашаться, соглашаться, можно понять действия Азербайджана, активные действия Азербайджана на границах. Но вы должны знать и цену, и ваше общество тоже должно знать цену, что даже те люди в Армении, как я, которые были сторонниками переговоров, сторонниками компромисса, сегодня мы молчим. Мы говорим, ну если вы вот такие вещи делаете, такой натиск на Армению, такое давление на Армению по всему фронту, да, и в буквальном, и в переносном смысле, то тогда мы тоже будем отвечать, и тогда мы будем понимать, что далеко расположено решение конфликта. Тем более, как вы знаете, к сожалению, нет переговорного процесса, наши президенты встречаются, а переговоров нет. То есть я хочу, чтобы вы знали, что эти встречи наших президентов, это хорошо, что они в прошлом году хотя бы два раза встретились, но это не переговорный процесс. И последнее, что хочу сказать, я действительно согласен с тем, что вступление наше в Евразийский союз в каком-то смысле окрылило руководство Азербайджана. Потому что вступление наше в Евразийский союз, это последний козырь, который имела Армения перед Россией. Сейчас мы России просто неинтересны. Мы все отдали России. Какой интерес сейчас к нам? Сейчас России нужно работать с Азербайджаном, надо сделать так, чтобы Азербайджан согласился войти в евразийское пространство или вообще участвовать вот в этих российских проектов на постсоветском пространстве. Поэтому и вот мы видим такое, скажем так, мягко выражаясь, часто неуважительное к нам отношение, которое проявилось в том числе в гюмрийских событиях. Ну, это большое несчастье, убита семья. И вместо того, чтобы в согласии с нашими договорами с Россией, в том числе военным договором, передать этого убийцу или предполагаемому убийцу, человека, который подозревается в этом зверском убийстве в гюмрии, да, целой большой армянской семье, передать армянской стороне, российской стороне это не делает. Это мне очень понятно, потому что мы не имеем никаких козырей. Мы все отдали России, раскрылись, и она это. Но наших друзей из Азербайджана хочу сразу сказать, что может показаться, что это для вас преимущество, но когда вы ошибетесь и пойдете в Евразийский союз, точно так же Россия вас также будет завтра игнорировать и не уважать. Спасибо, господин Григориан. Господин Павловичян, слово передаю вам и ваше мнение по поводу озвученных комментариев и по поводу озвученного вопроса. Господин Павловичян, слово передаю вам и ваше мнение по поводу озвученного вопроса, но я думаю, что то, что сейчас происходит на линии соприкосновения, и с Арменией, и с Нагорно-Карабахской республикой, я думаю, это все было предсказуемо. Предсказуемо, и, наверное, военные структуры имели свои верные, так сказать, подсчеты, когда именно в начале года принималось решение позволить, чтобы решение о отвечать вовремя, о retaliation, сразу же на месте не запаздывать, а также о том, чтобы иногда даже предпринимать предупредительные меры, именно имело силу того, что все это было предсказуемо. Так как 2015 год, он год очень специфичный для Армении и армянского вопроса, считаясь из столетия геноцида, и Азербайджан, естественно, должен был бы помогать своей, так сказать, я не знаю, старшему брату, равному брату, младшему брату, иногда по разуму политика Азербайджана ведется Турцией. Также было ожидаемо, что цены, которые на нефть будут спускаться, и политическая ситуация в Азербайджане с правами человека, и все время в разных международных структурах об этом будет подниматься. Все это было предсказуемо, что Леев будет усиливать или отдавать приказы, для того, чтобы на линии соприкосновения из Нагорно-Карабахской республики и с Арменией проводились вот именно такие диверсионные вылазки. И придачу еще, как Шаин верно отметил, в течение этих лет в Азербайджане смогли довести до общества понятие того, что у нас война еще не закончилась, и то, что 50 человек умрет, 100 человек умрет, 2000 человек умрет, это без разницы, они воюют за свою родину. Я думаю, в этом понимании, со всеми этим, что возможно было это предсказать, мы тоже должны свою политику, естественно, менять. Определенно и для общества должно быть понятно, что война не закончена, так как ты не можешь закончить войну с одной стороны, а другая сторона будет продолжать эту войну. А если война не закончилась, значит, мы должны быть готовы к разным таким провокационным явлениям. Плюс еще международное сообщество, как Степан отметил, вверно, занято разными другими вопросами. Понятие того, что Азербайджан начинает медленно терять свою, так сказать, цену в Закавказе, и как страны, которые могут обеспечить, хотя там не более или где-то около 1% альтернативных энергетических ресурсов для Европы, но все равно типа это альтернатива какая-то. И вот вместе с этим необходимо именно проводить такую политику. Так что я думаю, то, что сейчас происходит, это предсказуемо. Уверен, что наши военные эксперты об этом читали, принимали решения. И мы, естественно, были готовы. И я думаю, то, что сейчас в течение этого месяца происходило на линии соприкосновения, именно свидетельство всех этих элементов, которые складывались в одну сторону. И последнее, если можно, для меня очень удивительно, когда иногда обсуждается вопрос, что вступление в Евразийский союз могло как-либо помочь в безопасности Армении. Об этом говорилось начиная не только с 3 сентября, когда было объявлено, и многие принимали, говорили, что это может помочь нашей безопасности. В Армении были эксперты, которые говорили, что это никакого отношения к этому не имеет. Я думаю, эти голоса слышали в течение вот этих полтора лет, которые прошли, и Армения вступила. И просто мы сейчас констатируем факт, что, может быть, малочисленные были эти голоса, но они были. И эти точки зрения просто сегодня подтверждаются. По крайней мере, визави Азербайджана Армения должна понимать, что у нее нет друзей, и она сама должна отстаивать свои интересы. Думаю, что и происходит на первой линии. Вот и все. Спасибо, господин Погусян. Шайн, я передаю слово вам. Наверное, у вас будет что сказать по поводу озвученных комментариев. Я прошу вас концентрироваться также на том, что было сказано относительно внешнего контекста. То есть господин Погусян отметил про фактор Турции, про фактор спада нефтяных цен и так далее и тому подобное. Вот ваше мнение, пожалуйста, и права человека. Да, конечно. То, что сказал Степан Григориан, это имеет место. На самом деле Азербайджан должен держать эту ситуацию в напряжении. И это не Азербайджан выбрал. Это, можно сказать, тактику предложил господин Владимир Николаевич Казимиров. Он любил говорить о военных итогах. Если военные итоги имеют вес на переговорном процессе, так можно эти военные итоги перетасовать, изменить, попытаться хотя бы изменить. И с другой стороны, вот из разговора получилось, что Армения такая, как ягненок. Азербайджан все время провоцирует, а Армения жертва и ничего такого не делает. Это тоже мы считаем, что не совсем правильно. В Армении сейчас экономическое положение довольно трудное. И обострение с Россией, и дискуссии вокруг Евразийского Союза. Все это и властям Армении тоже нужен повод как-то отвлечь население от внутренних проблем. Поэтому иногда, не иногда, а часто, провокации на линиях фронта проходят с обеих сторон. Тут, я думаю, нельзя сказать, что одна сторона постоянно это делает, а другая сторона только отвечает. Я думаю, все же армянские власти тоже заинтересованы в отвлечении от внутренних проблем. Что касается снижения цен нефти, вот как ни странно, я живу в Азербайджане, у нас в Анаде держится. Я не знаю, каким образом это они делают, экономика все-таки не мой конек. Но вот ни цены не поднимаются, ни курс валюты не меняется. Хорошо это или плохо, тоже вопрос еще. Может быть, это потом больнее ударит. Но пока вот такого экономического недовольства нет. По поводу международной реакции, все-таки особых таких проблем у нас никогда с Турцией не было. Единственное, это недовольство больше всего было во время футбольной дипломатии, когда Турция попыталась была открыть границу с Арменией. Но после этого постоянные эти отношения держатся на стабильном уровне. И есть даже такие версии, что Азербайджан сейчас попытается немножко пойти по пути Эрдогана, усилить вот исламские какие-то эти факторы. Но в этом году, год не только особенный для Армении, и в Азербайджане очень не будут парламентские выборы. И то, что вы сказали вот по поводу прав человека, это тоже составная часть вот этой, может, приближающейся парламентских выборов. Потому что после событий в Украине Россия, используя свои рычаги, постаралась отсечь все эти западные проекты в Азербайджане. И это в большей части удалось. Сейчас вот нету таких рычагов, чтобы финансировать эти правительственные организации, там независимые медиа. Вы знаете, даже Радио Свободы у нас было закрыто. Но я считаю, что всю эту политику власти делают зря. Потому что ни оппозицию надо бояться, ни американских этих инвестиций. И Майдан у нас вероятность 0. 0,5 может быть был. Сейчас вообще 0. Основная борьба пройдет внутри команды властей. Потому что на эти 125 мест гораздо больше претендентов, и у всех есть возможности и рычаги для борьбы. Поэтому я не ожидаю до конца этого года каких-то переговорных процессов. Наоборот, возможно, опять-таки, нагнетение напряжения, чтобы обосновать все это и как-то отвлечь. По крайней мере, я ничего не забыл. Спасибо, Шаим. Я сейчас хочу передать слово журналистам для вопросов. Если есть вопросы, пожалуйста, представьтесь и адресуйте вопрос. Если вам трудно на русском это делать, вы на армянском скажите, я переведу. Проблем нет. Есть вопросы? Нет, всем все поднято. Хорошо, тогда у меня такой вопрос относительно того, что будет дальше. То есть во что это может влиться, если до этого были какие-то перестрелки, обострения. Но сейчас за эти полгода ситуация существенная по оценкам экспертов и по официальным сводкам, и что мы получаем, существенно увеличилось количество жертв, обстрелы, географии и так далее. Во что это может влиться, Ричард, вам слово? К чему это может привести? Если мы рассматриваемся, и посмотрим, где это ведет, есть два важных тренда. Первое, что в первую очередь, в последнее время, что в последнее время, в большинстве, в большинстве, в большинстве, в Азербайджане, что это очень важно, где это будет, и как это будет использоваться, не только в числе. My point is, Armenia's defensive position is still stronger than Azerbaijan's potential offensive capacity. Nevertheless, the first trend is a shift in the military balance of power in Azerbaijan's favor over the longer term. The second related trend is, if we look at all the parties to the conflict, all the members of the Minsk group, they all follow a consistent policy, except one country. The only wild card, the only country that is expressing changing, shifting policy is Russia. It is necessary to reiterate the obvious that it is Russia, that is Azerbaijan's number one arms provider, and in many ways the source of the weapons used against the Armenians and the Armenians in Karabakh. More specifically, in the wake of Russian aggression and war in Ukraine, there is a danger of a Russian policy shift over Nagorno-Karabakh, away from its traditional position. Just as the tragedy in Gumri has sparked a crisis, raising bigger questions, not challenging the relationship between Armenia and Russia, but revealing the dangerous asymmetry of the terms of the relationship. And in this context, there is a peace process, but there is no peace and there is not much of a process. Which also means the international community and the mediators have even less leverage with Azerbaijan than they ever had. In the face of that reality, we need to better understand Azerbaijan, which is justified in being frustrated at the lack of progress whatsoever from the peace process. The problem is that their frustration is manifested in the wrong direction, through arms, and their military strategy is based on diplomacy and politics, not military science. Which also finally means diplomatic strategy in this context is neither diplomatic nor strategic. As a result, I don't have to say that, but we don't have to say that. The answer is still in the right direction. It is still in the right direction. The question is related to the issue of the UNIRI is about the UNIRI is about human rights. бланша извне который дан может быть дан азербайджану а вот по поводу того хотелось бы также услышать ваше мнение если какой-то вне внешний контекст если такое впечатление ну я хочу вот моим азербайджанским коллегам коллегам сказать следующее вот хочу обратить их внимание на следующее вот смотрите все-таки эти 20 лет перемирия до азербайджан армении карабах контролирует этот процесс то есть в конце концов зоне карабахского конфликта стоят вооруженные формирования или армии азербайджана армении и силы самообороны карабаха да то есть мы вместе с вами контролируем ситуацию да она напряженная иногда выходит из подчинения и мы выражаем недовольство но в общем мы контролируем там ситуацию вот я думаю что как это ни странно это все таки это точка которая объединяет наш интерес чтобы не было других игроков которые бы могли бы повлиять на ситуацию очень сильно и я утверждаю что если эти провокации будут продолжаться если напряжение будет расти ситуация может воспользоваться первым долгом россия для ввода своего контингента но они это назовут миротворческим контингентом но приблизительно по крыму и по донбассу мы понимаем какой контингент они введут в зону карабахского конфликта я утверждаю что это нежелательно не для азербайджана день для армении поэтому я бы хотел чтобы вот наши коллеги в азербайджане независимо от их позиции к армении к нашей политике посмотрели в таком контексте в контексте этой опасности это очень серьезная опасность других игроков сегодня нету международных которые имеют рычаги вот такого прямого военного вмешательства в карабахскую зону да и сша влиятельный евросоюз но они не настолько близки к региону чтобы могли бы какие-то вещи сделать нежелательные для нас это опасность идущая от россии она очень серьезно и об этом вы тоже должны думать не только мы должны беспокоиться нам необходимо контролировать конфликтную зону самим с вами а без других посредников спасибо наша я передаю слово вам по поводу озвученных комментариев расскажите ваше мнение и по поводу того какие прогнозы есть в азербайджане какие ожидания есть во что это может влиться вот нарастание напряженности я хочу заранее сказать что отношение азербайджана к россии не столь однозначно как кажется иногда азербайджан не забыл участие россии в последней стадии карабахской войны участие 366 полка в ходжалинской резне и до сих пор азербайджане вот не понимают этих двойных стандартов почему россия не выдает этого убийцу пермякова подозреваемого в виситве скажем который жестоко зарезал целую семью включая ребенка но в это время ничего не делает для защиты своего другого гражданина который осужден на горном карабахе этого жителей кальбаджара шахпаза один из них граждан россии вот это мы считаем принципе я тоже с ними согласен это как двойные проявления двойных стандартов как эту убийцу защищать а жителя который пошел на висит свой дом гражданина россии не защищать вот такое мнение это обвинение в двойных стандартах россии с другой стороны ожидать что-то вот серьезное обострение тоже не приходится в этом я опять-таки согласен с господином героя сианом вероятность большой войны низкая но есть вероятность вот это эксцидентал как он сказал войны из-за случайности сожалению такие меры не особо чувствуется если вдруг это произойдет какие сценарии может они есть какие-то закрытые но они не обсуждаются и как себе вести случае этого например даже горячие времена карабахской войны между сторонами были такие неформальные контакты они обменивались например с маркс тураном горячая линия какая-то была я не знаю на каком уровне сейчас это если у сторон какой-то телефон доверия вдруг какой-то акцидент случай произойдет например мы знаем что гейдролиев и левонтер патриасиан поддерживали такие связи а сейчас я боюсь что сторон нету такого доверия между собой и очень часто раздается официальное мнение и и обществе скажем большинство населения это мнение разделяет что не зачем с армянами вообще общаться незачем с ними переговоры вести даже не на формальном уровне пока вот оккупация территории продолжается если первый этап это какое-то соглашение руководство будет потом можно подключиться к этим обсуждением а сейчас пока обсуждать ничего не надо я не сторонник этого из-за того что уже я здесь ясно что не сторонник я считаю что надо именно формально общей тоже поддерживает как-то помогает изучить и понять ситуацию и то что может ожидать и быть к этому готовыми спасибо спасибо шаин господин полосин слово передаю вам по поводу ваше мнение по поводу озвученных комментарий и о том к чему все это может привести если вероятность опасность мы часто задаем этот вопрос военного возобновления военных действий во первых наверное с некоторых комментариев насчет услышанных принципе как ни странно точка зрения которой сейчас в азербайджане что может быть с армении не нужно переговаривать я ее как-то разделяю правильно в азербайджане должны сесть за стол переговоров с республикой арцах или с нагорно-карабахской республикой баку должен говорить с типанагертом а не может быть с ереваном и вам может быть какое-то влияние будет извините может я неправильно выразился извините я хочу я вам не мешал что нет неправильно поняли мою мысль я не сказал с армении я сказал с армянами а в карабахе тоже живут армяне ну тогда спасибо все равно тогда это значит моя точка зрения вам если хотите решить вопрос говорите степанагертом от этого ничего не меняется я это говорил и прошлом году в баку и здесь хочу повторить что пока не придет то понимание когда интересы того же азербайджана будут не включать либо личные кармоны набивать долларами либо прислуживать другим интересам а будет интерес того чтобы создавать мир в регионе наверное у нас будет вот эта ситуация когда придет то я уверен что и телефоны друг друга легко узнают и президент карабаха и президент в азербайджане и будут друг другом разговаривать но пока в шутку могу сказать что единственным телефонным доверия которые сейчас у нас есть к несчастью это получается фейсбук или другие социальные сети когда что то можно друг другу сказать а там пока что информационная война теперь насчет того к чему это приведет или как это будет делать я думаю что для того чтобы воспринять что же у нас ожидает в регионе необходимо просто построить матрицу интересов почему россия ведет именно такую политику у меня какие-то интересы на сам простой это всегда удерживать влияние в регионе самое легкое будет там конфликт россия будет как бы нужно в регионе какие интересы у соединенных штатов как у другого посредника а делают ли соединенные штаты все чтобы как бы помочь региону а также не думаю вам что приоритет пока мирного существования не номер один а есть нефть есть экономические интересы есть влияние в регионе поэтому и ситуация такая то же самое с францией я думаю то же самое и с турцией и с ираном и другими странами и по крайней мере пока интерес азербайджана состоит в том чтобы не сидеть и разговаривать с армянами и находить пути мирного решения а главное чтобы карабаха не существовало вот эта ситуация и будет как бы искать другие пути или пытаться какую-то более такую не знаю тяжелую политику сделать не стоит есть именно прямые вот эти интересы и пока эти интересы будут будет вот то что у нас на сегодняшней ситуации есть ну естественно что нам необходимо сделать необходимо работать со своими обществами несчастью то что происходит в азербайджане сегодняшний день честно сказать не знаю может быть после даже этой пресс-конференции то что вы сказали вы не согласны с официальной точки зрения азербайджана я вам честно слово персонально желаю безопасности а что ту информацию которую мы получаем то что оттуда происходило со многими известными людьми в баку которые имели или пытались как бы проводить народную дипломатию но многие из них сейчас в тюрьмах или вынуждены были уехать из азербайджана живут либо в европе либо в грузии либо в других третьих странах я понимаю что в этом отношении и в армении в арцахе ситуация немножко другая мы себя чувствуем победивший мы естественно победивший мы контролируем первую линию можем наказывать как бы своего врага эта политика будет продолжаться и естественно армения не будет заигрывать на том что монад пока стойкий или не стойкий но это разрешить как бы эту проблему единственный способ это мирные переговоры и интересах мира как бы менять ситуацию здесь пока сильных мира всего так скажем да нету потому что каждый удовлетворен своими интересами как они решают поэтому и ситуация она такая будет продолжаться пока эти интересы у нас самих не появляются как стойкий сказал то есть нас объединяет то что мы удерживаем пока так вот как перемирие да если это можно уже и еще назвать перед понятием перемирие или прекращением огня то и нам надо сесть за стол переговоры и решать а вроде бы интересующих сторон чтобы сидеть и переговаривать в серьезности нету а что и с вашей стороны приходят приходят к чему то потом уходят естественно как вы сказали по армении тоже власть ищет какие-то аргументы и с одной стороны я скажу ваша политика иногда кажется вы сели и договорились обязательно что-то сделать и на границе когда власти в армении потом будут использовать именно эту политику вы помогаете иногда им находиться аргументы для нас чтобы мы посоединились как бы стали опять совместными многое не нужно делать неделю подождешь на границе вы столько постреляете что этот аргумент сам по себе появится нам не нужно искать других власти не нужно искать других специальных аргументов вы очень сильно помогаете и вот именно такой политикой которая ведет сегодня официальная баку в этом контексте пока не будут изменены но может быть как бы могу пожелать вам чтобы во время парламентских выборов что-то изменилось если изменится может быть ситуация изменится но если придут еще те же самые люди но это и будет продолжаться не думаю что армяне или армяне как вы сказали устанут мы будем защищать свою землю мы будем защищать свой вопрос и если есть надежда на то что давайте делать такую политику пока армяне ослабить я думаю она сто процентов настолько ошибочно что никогда не приведет никакому результату может быть необходимо изменение поколения чтобы в азербайджане поменялось это но подождем это поколение может быть два тогда будем два поколения ждать 33 может быть не хорошие вещи говорили предсказания не хорошие но говорю то что есть и то что сама же да мы от своего отступать не будем вы будете пытаться от своего не отступать получаем то что получаем пока не придет сознание что пока не сядем за стол переговоров когда и президент азербайджана и президент нагорно-карабахской республики и президент армии не сядет за стол переговоров и смогут иметь другое восприятие куда же должен регион двигаться спасибо спасибо шаин я передаю слово вам я думаю что у вас будет что сказать и вот господин полусян отметил про приоритетность мира насколько она приоритетна в азербайджанском обществе и в азербайджанской элите элите то есть насколько мир установление миров на зоне карабахского конфликта приоритет на час я сейчас вынужден выступать непривычные для себя роли адвоката азербайджанского правительства ну я вынужден это делать потому что я вижу что неправильно иногда есть такое предпосылка в армянской обществе что азербайджанское правительство и азербайджанский народ хочет чтобы вообще все армяне ушли из карабаха это по моему ошибочное мнение и на официальных переговорах сегодня обсуждается промежуточный статус карабаха потом есть референдум или как там их называют обязательное или изъявление это все гарантии безопасности армян в карабахе и нет такого желания чтобы все армяне ушли из карабаха есть желание чтобы азербайджанцы могли посещать карабах я тоже например с удовольствием приехал бы но во вторых смена поколений вот каждое поколение новое на моих глазах радикальность увеличивается потому что они уже выросли в условиях этой послевоенной пропаганды и каждое 20-летние 25-летние молодые ребята они не видели армян в баку мы-то видели наше поколение видела и отношения у нас армянами были нормальные вот эту новое поколение они не видели они только видят армян по телевизору и то что армяне убивают наших солдат это долгий процесс будет и трудный процесс что эту радикализацию смягчить сейчас очень много на самом деле мнение что я повторяю вот с армянами говорить не о чем пока армянские призывники не знают гимри и скафана находится на территории физулинского района или жабраевского с автоматами в руках что они там делают спрашивается и это я думаю справедливый вопрос и восстановление доверия можно было бы хотя бы ну с двух трех районов начинать чтобы открыть железную дорогу через ночевал ереван или как-то вот приграничные эти первый шаг второй шаг конечно да сейчас сторону настроены решить все сразу пакетным образом ну не знаю вот как-то для восстановления доверия и смягчения этого напряжения если есть желание политическое конечно в этом я вам прав а такого желания пока не наблюдаются когда будет такое желание они я думаю вот могут начать каких-то мелких снайпер отвести или один район освободить для начала такие шаги помогли бы усилить доверие и снизить эту степень радикализации а перспективы мира пока очень туманные то есть войны то вероятность опять-то вы говорим маленькая но вот напряжение будет держаться еще долго еще не знаю лет 5 как минимум на мой взгляд спасибо так как здесь все присутствуют представители так называемый народной дипломатии люди эксперты и журналисты я бы я не могу не задать этот вопрос как вообще эта ситуация с обострением за последний год или полтора повлияло на контакты общественного уровня то есть были же контакты на общественном уровне встречи где-то за рубежом я заверивание в баку какова судьба вот этих контактов да после всего этого они они могут присутствовать они могут иметь место в будущем или они все-таки будут ограничены более ричард вам слово well clearly the desire the need and the importance of track 2 is actually greater now than it was before my frustration however is there is no track 2 because many of our friends and partners on the azurberjani side are sitting in prison instead we have what we call a track one and a half where we engage with the azurberjani diplomatic academy and with president i believe it's important and should continue because of the lack of any back-channel communications but the most revealing experience for me was last june last june i had the honor and opportunity to accompany two arminian parliamentarians mr. tevan boscan а in addition to carrying their bags for them since their members of parliament and i'm a mere analyst it was a revealing experience my first visit to baku with the hospitality of our armed bodyguards we were able to engage in direct communication with azurberjani officials what i found personally was that there is no interest for track two track one and a half little interest for track one and azurberjani is actually further limiting the space in which we can operate it's important we should continue as a long-term investment but today is also revealing for example today this direct connection with baku in terms of this engagement is tremendously successful and significant but it's also sad and the sad commentary that our expectations are so low that this impresses us but let me be provocative and talk about occupation we need our own track two within our own societies among each other and with our own governments over policies even in the arminian context the government state policy regarding occupation or liberated territories remains murky remains unclear it's due to the lack of democratic discourse and debate thank you Спасибо, господин Кирогасян. Шайн, я бы хотел передать слово вам по поводу высказанного и по поводу вопроса. Господин Кирогасян отметил о том, что в Азербайджане он понял, что вот этот интерес к народной дипломатии не так уж велик. Ваше мнение, какова ситуация у вас? Во-первых, я не люблю это слово «народная дипломатия». Я предпочитаю все-таки повторить слово господина Кирогасяна «тракту». Народная дипломатия – это советский миф, когда они пытались таким образом показать борьбу за мир против Америки. А интерес у меня, то есть то, что я говорю, значит интерес есть. Но я довольно скептически настроен у этих вопросов. Все-таки никогда так через, скажем, этот «тракту» конфликты не решаются. «Тракту» – просто дополнение к этому «тракту». И особенно после того, как президенты или власти возобновят это доверительное отношение, это может быть очень полезным. Например, Гейдар Алиев в свое время очень использовал это в своих интересах. Мы тогда имели возможность поехать в Ереван. Нас принимал Роберт Кочарян. И армянские журналисты приезжали в Баку, их принимал Гейдар Алиев. Это написано в газете «Бакинские рабочие», что эта встреча соответствует нашим целям. Но, к сожалению, после смерти Гейдара Алиева политика в этих отношениях немножко, не то что немножко, а радикально поменялось. Сейчас наши новые власти в этом не заинтересованы. То есть, если, вот, и по-моему, Степан тоже был в Баку одно время, такие визиты все еще продолжаются, это значит, они на официальном уровне согласованы. А так, через какие-то МПО, естественно, на официальном уровне нужно согласовать, потому что там есть вопросы безопасности. Но только если вот какие-то государственные мероприятия. В этом году, 12 июня, вы знаете, в Баку будут европейские первые спортивные игры. И наши власти официально заявили, что мы гарантируем безопасность армянских спортсменов. Вот это, я думаю, какой-то хороший шанс. Как-то возобновить это с мертвой точки, это движение. К сожалению, Армения не приехала, Евровидение, которое проводилось в Баку. Вот эти спортивные игры нужно использовать для возобновления таких контактов. И в следующем году в Баку будет шахматная олимпиада. А в Армении очень сильная шахматная сборная. И мы были бы рады увидеть себя. Особенно я с удовольствием пошел бы посмотреть на армянских шахматистов. Спасибо. Спасибо, Шаин. Господин Григориан, вам слово по поводу отключения вопроса и комментарий. Ну, конечно, Шаин, я с вами согласен, что нужны эти встречи. И вот Теван первым поднял этот вопрос гражданского общества. Роль, конечно, эти встречи нужны. Переоценивать тоже не надо, потому что гражданское общество не принимает решения. Принимает решения правительства, но гражданское общество, инициативные группы, мы можем создавать атмосферу, как-то пытаться влиять на настроение. Я вот, вы напомнили, Шаин, действительно, был я в Баку в 2010 году. И, честно скажу, очень серьезное впечатление на меня оставило. И встречи с азербайджанскими экспертами. И я помню, вот после моего выступления много дискуссий было. Я говорил не только о Карабахе, а о других вопросах, там ссылки были на это. То есть всегда, когда есть настрой на диалог, он всегда помогает. Переоценивать не надо, но гражданский сектор может помочь. И здесь, конечно, вопрос свобод. Чем больше у нас будет свобод, тем наше влияние может быть выше. Оно нужно. И действительно, вот сейчас мы с вами беседуем. Все равно очень полезно нам, например, вас выслушать, послушать, что есть люди, которые так думают, как вы думаете. Я думаю, вам также интересно узнать видение армянских аналитиков, армянских депутатов. Потому что все равно с какого-то момента этот диалог должен усиливаться. Наши ресурсы гражданского сектора безусловно ограничены, но они нужны. Их надо использовать. Использовать в дальнейших встречах, встречах в других странах. Мы периодически проводим встречи. Только в прошлом году у нас было три организованно-армяно-азербайджанских встреч. Все равно это нужно. Нужно, потому что контакт не надо разрывать. Знаете, если мы не будем контактировать, этим воспользуются другие. Всегда, когда есть посредник, неважно, на официальном уровне, не на официальном, он разыгрывает эту карту. Ну, вот как в Минской группе. Сопредседатели, конечно, по-своему хотят нам помочь. Но, с другой стороны, я вижу у каждой страны, и у Франции, и США, и у России свои интересы. Поэтому, если мы еще и сдадим гражданский сектор, то есть и в гражданском секторе, если мы будем через посредников работать, это будет совсем плохо. Спасибо. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Я не слышал ни одного, чтобы в Азербайджане подняли. Сказали, давайте без двойных стандартов. Необходимо Сафарова вернуть Армении. Отдать его. Что-то этого не слышал, а насчет других говорят. И, кстати, когда вообще вопрос поднимается насчет гражданства диверсантов, которых по войне, тоже странно. Признайте Нагорно-Карабахскую республику, обратитесь к ней. С одной стороны, не позволяйте, чтобы в мире кто-нибудь признал Нагорно-Карабахскую республику. С другой стороны, требуете, чтобы какая-то страна обратилась в Степанакерт с просьбой выдать кого-то. Ну тогда обращайтесь последовательно. Пожалуйста, господин Лавров, будьте первыми, кто признает Нагорно-Карабахскую республику. Отправьте письмо господину Карену Мирзуяну, как министру иностранных дел Нагорно-Карабахской республики, с просьбой, чтобы вам, вашего гражданина вернули. Тогда я скажу, дворных стандартов нет. Вот люди честно ведут одну политику. Но нет же этого. Нет же так же вопросов, вот вы затронули очень хорошую тему, доверие. О каком доверии, может быть, говорить? Готовимся к Казани, потом отходим от договоренности. Договоримся что-то в Париже, через три дня сбиваем вертолет. Вот доверие, вы очень прекрасно говорите об этом. Да, естественно, без доверия этого не будет. А кто должен начинать с доверия? Где это доверие должно быть? Кто начал войну, тот же, может быть, и должен начинать с первых своих слов о доверии говорить. Вот в этом понимании, я не знаю, если бы, например, я бы услышал, что через два дня кто-либо из Азербайджана поздравит победоносную армянскую армию с национальным ее днем. Я бы сказал, вот, может быть, первый шаг. Кто-либо из Азербайджана. Вот увидим, услышим такое, может быть, начнет думать и о каких-то доверительных мерах, когда друг друга будем поздравлять. Правильно говоря, из Армении на Евровидение никто не поехал. Потому что до этого, во всех мероприятиях Евровидения, когда было, когда армянские певцы пели, в Азербайджане выключали. А теперь представьте ситуацию, когда мы здесь сидим в Ереване, хотим услышать нашего певца на Евровидении в Баку, и вы выключите свет, и технически что-то случится. А это будет о доверии говорить? А то же самое, может быть, и о спортсменах. Я не знаю. Пока вы восприятие о доверии не будете относиться серьезно, а не просто употреблять слово, это будет происходить именно так. А для того, чтобы доверие появилось, необходимы реальные действия. Потому что просто словами доверие никогда не создаться. Вот первым элементом доверия могло бы быть хотя бы и то, что, скажем, до 99-го года, да, или до 2000-го. По-моему, если хотя бы один НЖОшник был в Ереване или в Баку, который не видел Ереван и Баку, их считали, что они как бы, ну, не такие уж активные. Поездки были там и групп журналистов, и, не знаю, представителей неправительственных организаций, и общественных деятелей на разные международные мероприятия до 2000-го года. По-моему, в 2001 году была последняя такая встреча, когда Гейдар Алиев сказал, что ему народная дипломатия неинтересна. И в апреле, по-моему, поездка была по финансированию именно ОБСЕ. Армян первый раз не выпустили, чтобы они из гостиницы уходили куда-либо. После этого все прекратилось. Но тогда именно это доверие появлялось, когда хотя бы между людьми это доверие произошло. А сейчас, когда мы видим, как ваше правительство относится к самим же своим представителям неправительственного сектора, то, естественно, доверие о том, что, если даже встретимся, поговорим, к чему-то договоримся, сумеем ли это, о чем мы договорились, донести до нашего населения. Естественно, вот эти моменты именно и не позволяют, чтобы мы могли бы использовать весь инструмент, существующий при понятии разрешения конфликтов. К несчастью, да, единственный формат, который сегодня остался, иногда даже появляется, что и председатели Минской группы, сопредседатели, даже они не приезжают в регион, а твиттерами что-то пишут друг другу, или, я не знаю, там что-то появится. Даже они уже как бы не пытаются приехать сюда что-то сделать. Ну, естественно, у нас ситуация эта. На сегодняшний день язык переговоров, к несчастью, это перестрелки на первой линии. Надеюсь, что придет сознание от этого языка перейти к языку за столом переговоров. И еще просто один момент, просто Ричард Карсун с этой темой мне уволняется. Я думаю, на вопрос о территории Конституция Нагорно-Карабахской Республики дает очень четкий ответ. Какие же там территории? Если кому-то интересно узнать, какие это территории, могут ее просто прочитать. Она есть в интернете, можно обратиться, отпечатать и прочитать. Спасибо. Спасибо, Шаин. Я передаю слово вам. У вас, наверное, будут комментарии по поводу озвученных заявлений. Вам слово. Комментарий не будет. Я не люблю сфорить с политиками, потому что не умею заниматься демагогией. Вам спасибо. Демагогия, демагогия, может быть, как я вам уже сказал, что вы говорите, на то и получаете ответ. Вот, когда нет ответа, это самое легкое слово. Демагогией мы не занимаемся. К счастью, могу сказать, или к несчастью. И у нас политики между собой именно так спорят. И в других вопросах везде этот спор существует. Когда нет ответа, это самый легкий ответ. К этому я уже привык. к чему ты привыкаешь, относишься к этому очень спокойно. Спасибо. Извините, есть такое выражение, что это смысл у вас не касается, но я вспомнил эту пересидскую пословицу. Лучший ответ невежие молчание. Пожалуйста, я не услышал. Лучший ответ невежие молчание. Лучший ответ Лучший ответ Лучший ответ Ну, ладно. Пословицами и пословицами мы пообщались. Я бы хотел, чтобы наши спикеры перешли к итоговым, если нет вопросов у журналистов, я бы хотел, чтобы наши спикеры перешли к итоговым мнениям по поводу нашего сегодня, по поводу нашей сегодня встречи и обсуждений и по поводу вообще Карабахского конфликта в целом. Какие ожидания есть? Вот, ваш мнение, Ричард, начнем с вас. All I can say is, actually, in conclusion, there is no conclusion. There is no conclusion at all. The trend is getting worse. This is a dynamic, not static process. And to be honest, from an Armenian perspective, I'm worried. I'm worried because if we look at events in Gumri lately and the mishandling, the crisis mismanagement by the Armenian government, I'm greatly worried. The lack of leadership by the Armenian president specifically and the Armenian government as a whole worries me for when Armenia is stricken by the next earthquake and stricken by the next series of attacks. This is not the kind of leadership we deserve. of... Я думаю, что самое главное, надо попытаться восстановить переговорный процесс. Это, конечно, трудно, но надо попытаться нашим руководителям восстановить переговорный процесс. Ситуация напряженная, без переговоров это еще будет усугубляться. Потому что я вначале говорил, отдельные встречи министров иностранных дел, отдельные встречи наших президентов, которые были в прошлом году в Париже и в Сочи, все это встречи, но, к сожалению, это не привело пока к восстановлению переговорного процесса. Вот я думаю, что главное, что мы должны попытаться сделать в новом году нашим руководителям, это восстановить переговорный процесс. А гражданским лицам, экспортам, ну, попытаться со своими коллегами в Азербайджане продолжить хотя бы на каком-то уровне диалог. Шаин, я передаю слово вам, ваше итоговое мнение по поводу нашего обсуждения и вообще конфликта в целом. К словам Личарда, на самом деле, мне добавить нечего, я, опять-таки, согласен с ним. Восстановить переговорный процесс, к сожалению, не от нас зависит. Мы будем делать все, что от нас зависит, но все-таки это решаем не мы, к сожалению. Спасибо. Нагословение, Палусян. Я думаю, самое главное, чтобы мы смогли бы в своих государствах построить правильную демократию, которая приведет к тому, что власть будет естественно приходить от народа. А если народ хочет мира, то он заставит, чтобы свои руководители восстанавливали переговорный процесс. Если мы будем ждать, что переговорный процесс будет восстанавливаться Америкой, Россией или Францией, то, естественно, им нужна такая власть здесь, которая будет их интересы удовлетворять. Если нам необходим переговорный процесс, который будет служить именно для наших интересов, для наших народов, тогда и необходимо иметь эту власть. Вот здесь, с одной стороны, я очень сильно согласен с Ричардом, что, к несчастью, последние явления показывают, что нам необходимо не ждать, пока будет следующее, я не знаю, землетрясение или обострение где-то, а необходимо готовить государственные институты, которые могут давать ответы на все прагматичные вопросы, когда каждое население будет себя чувствовать в безопасности. В свое время генеральный секретарь НАТО, лорд Робертсон, описал такую ситуацию. На вопрос, что такое безопасность для него или для страны в его понятии, он ответил, что безопасность для меня – это чувство, когда мои соседи чувствуют себя безопасно. Тогда и я себя чувствую безопасно. Так вот, я желаю, чтобы мы смогли бы иметь таких руководителей и создали бы такие страны, где восприятие безопасности будет именно приходить с точки зрения того, когда наши соседи будут себя чувствовать безопасно. Тогда и будет мир. А до этого, если нам ждать, что третьи, четвертые, пятые страны будут здесь нам помогать что-либо восстанавливать, то и мы будем только служить их интересам. Спасибо. Спасибо нашим спикерам за активное участие в обсуждении, посвященной эскалации ситуации на Ленинском соприкосновении и на армянно-азербайджанской границе, а также связанных с ним внутренних и внешних факторов. Я просто напоминаю, что вот это обсуждение наше проходило по инициативе Медиа-центра и Армянского офиса Института по освещению мира и войны.